Так, приветствую всех зрителей моего канала. У меня такое чувство, что в последнем апдейте они перекрыли мою самую главную лазейку. Раньше скиты персонажей, вторые, были доступны без боя. То есть вы поднимаете трасс-левел до 10, у вас отображаются персонажи вот в этом меню, и вы можете посмотреть один раз, один единственный раз посмотреть скит. Естественно, я сразу записывала его и клала на канал, а потом уже драться. Но здесь сейчас они это, видимо, поправили, поэтому поговорим о этих квестах. Сначала покажу тот, который я гарантированно не завалю. На моем канале со связью миров ситуация несколько осложняется тем, что все-таки мой канал изначально создавался для фанатов Астерии. И пока Астерия не наладила отношения с лучами вот в том виде, в котором они сейчас, для меня лично лучи вообще были источником проблемы и ничем больше, потому что нужен был лор, который совершенно не хотелось добывать, с этими ужасно долгими загрузками и всем прочим. В общем, вот здесь вот налаживается поведение ИИ. Как он себя ведет в случае, если ХП ниже определенного уровня и так далее. Ну, в общем, у нас стоит первая галочка, называется «Ни о чем не думаем». Это открывает вот эту штуку. Конечно, скитов никаких у него не прибавится, потому что, к сожалению, он не персонаж, он просто форма. Но, тем не менее, вот этот квест у него отдельный. Поехали. Загрузки долгие. Вылетает часто. И теперь вот это вот придется делать после того, как 10 уровень подарками или в боях набрали. В боях это вообще слишком долго, поэтому все равно придется, приходится всегда это дело подгонять подарками. Но самая ценность теперь то, что надо выиграть этот бой. И одно дело, когда у меня раскачанный основной боевой персонаж, вот как, Коготь, которому это расплюнуть 80 уровня, побить 50 противника. Совсем другое дело, когда это какие-то коллабовские копии землян, на которых вообще не хочется тратиться совершенно, а выигрывать вот эту тему надо. Он, конечно, уже съел все, что сегодня наготовили. Что очень весело. Ну, давай, 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 камон, ты можешь. Ну, он, конечно, может. Но поворчит. Потому что в отличие от кое-кого, на эту же самую букву он на боях не повернут. И вообще не повернут. Был, во всяком случае. Так, ну вот, мы вот это прошли. Вот такие вы получаете награды за это издевательство. И у персонажа открывается следующий уровень его, вот этого вот скилла особого. Стоит это удовольствие 40 кп за попытку. И я, конечно, могу поднять ему это сильно сейчас. Но делать я это не буду. И когда мы, наконец, дождемся, когда эта штука загрузится... Потому что этот экран грузится особенно долго. Может еще вылететь пару раз. У меня, во всяком случае. Я, конечно, играю с эмулятора, но я думаю, что на телефоне это вообще нереально. Мы можем пойти в скиты персонажей. И вот этот вот квест, он открывает у персонажей. Я дольше экрана гружу, чем пишу видео, по-моему. В общем, эти скиты, они открывают у персонажей второй квест. Вот я сейчас покажу у Алисы. Видите, он закрыт. Но на моем канале он лежит, потому что была возможность записать. Не из этого меню. Не тратя уйму ресурсов на то, чтобы ее раскачать, чтобы она смогла вообще этот бой как-то пережить. Если коготь 80 уровня он... Все, продовольствие на этот бой извел. Сейчас у персонажей, у кого есть кроссоверное зеркало, доступно три скита. Этот доступен просто так, когда у вас появляется персонаж. Второй доступен после того, как вы прошли скилл-квест. Раньше просто был доступен из меню скилл-квеста. Теперь, когда вы прошли скилл-квест, он отображается здесь. И третий, я уже сказала, это кроссоверное зеркало персонажа. Сейчас структура такая. Формы скитов отдельных не имеют. Только сами персонажи. Обычно сразу доступно по два, но вот все, кто тут в этом меню есть. Народу тьма. Нас интересует этот персонаж бонусный, дочка Рототоска. Но вот этот скит открыть ей теперь при текущих условиях можно будет просто застрелиться, потому что это персонаж не гачи, это персонаж магазина. И я вам сейчас покажу расценки. Во сколько мне обойдется ее подготовить к бою? Она как раз очень важная часть мирообразующего лора. Это дочка Рототоска. То есть это то, что прорастет на Дерисхарлане после того, как душа Дауса с семенем Соселия вернется туда. Естественно, она не выглядит вот этой вот зырюшкой. Она просто под нее маскировалась. Это такая мадам с крыльями. На моем канале она есть. Зовут ее Норн. Так, сейчас мы посмотрим на нее вещи. У кого розовые значки, на тех сейчас действуют скидки. Можно посмотреть там, прикупить вооружение со скидкой. Иногда костюмчики по очень привлекательным ценам, кому надо. Вот. Вот это на нее расценки уникальные в шопе. Как вам? Я бы с радостью, но это теперь не ограничится просто ее десятом уровнем траста, я боюсь. Они специально это перекрыли. Я не думаю, что только для Кирито Сайсуны. У меня сейчас нет возможности проверить кого-то еще. Я полностью вытряхнулась, но... Вообще... Перспектива у меня вот такая. По покупке и раскачке хотя бы ее... Простейших артов, причем, обратите внимание, они у нее злодиакальные. Ну, вот такая вот реальность. Спасибо за внимание. Этот проект откладывается теперь на неопределенный срок вообще. Если я не подниму ей все-таки этот десятый уровень, окажется, что скит доступен. А это просто какой-то косяк насчет Кирито и Асуны. Я просто предупредила, что вот это может затянуться на очень долго. А так, спасибо за внимание. Всем удачи в гаче. Я, как видите, коплю. Коплю. Ну, как показал случай с Лазарес, с Гачи такое дело, что хоть ты копи, хоть не копи. Если упрется рогом какая-нибудь Лазарес, ничего на канале не будет. Из того, что хочется дополнительного. А так, про этих персонажей я уже, по-моему, тоже рассказывала. Если нет, то сейчас еще раз скажу. Вот здесь в магазине... Ну, не висни-то. Вот здесь в магазине вы тратите вот эту сумму пирамид. Как только вы ее тратите, у вас становится доступен один из выбранных персонажей. Слава богу, я не очень пользовалась магазином, поэтому я накопила сумму нужную только когда появилась Росатусского дочка здесь. Сейчас еще на нее в комнате можем посмотреть, кто не видел. Вместо Асуны сейчас я ее поставлю. Потому что, да, я знаю, что одна из самых увлекательных частей сейчас для нас с вами, пока мы ждем какого-либо развития, это попытаться разобраться в связях, как тут с какой планеты кто летал и так далее. Но здесь, видите, уже дошло до завязки с Землей через VR. И это все несколько на других принципах. К сожалению, я не могу вообще сказать наверняка, происходила ли какая-то часть сказаний в физической реальности вообще или нет. То есть мы можем четко сказать, в каких частях было сказано, что в физическую реальность все угробили. Да где же ты? Вот она. Мы можем сказать, что в Терноног, в принципе, может ножками ходить любая фантазия. И вот нам, пожалуйста, наш искусственный интеллект с Земли. Ну вот это вот дочка Рататуска. Которая в состоянии решать, кому реинкарнировать на Аселе из душ, которые были на Харлане, кому нет. Так что никакого нормального Скайфая здесь не будет. Здесь вообще ничего нормального, в принципе, не будет. Здесь вам, в принципе, скажут, что коллаб Сао с Арайзом в игре Арайза был возможен потому, что Кирита и Асуна тусуются у нас в Терноног задолго до того, как сюда были зацеплены данные из мира, где... мира, про который Арайз. И что, как бы, все вот эти вот копии здесь, они для вас, ваши персонажи, которых вы знаете, потому что вся эта серия, это, в общем, сказания, то есть байки отсюда. Когда все было грохнуто, все перезнакомились и начали просто уже делать откровенное шоу из своей жизни здесь. Вот какой у нас сейчас итог по этой франшизе. Если что-то изменится, я проинформирую. Но на данный момент оно действительно так. А Астерия сейчас в очень опасном положении, потому что вот это семя это самое опасное, что вообще реально объективно во франшизе есть. так что всем спасибо за внимание. Пока будем продолжать наблюдать все вот это вот безумие дальше. Она не то, что ИИ прям спрограммированный, как вот в нашем понимании, там это несколько сложнее, откуда ее зацепили. Я буду комментировать, когда у нас будет эта штука вся целиком, со второй частью, и когда я послушаю все на японском, чтобы тоже не ввести никого в заблуждение из-за того, что я что-то не так поняла, из-за неправильного перевода машинного с японского и так далее.